В моем сегодняшнем видео я попробую открыть новую рубрику на своем канале, в которой я буду рассказывать вам о предстоящих распродажах, освещая кратко все их детали, такие как аллокация, платформа распродажи, необходимость KVC и так далее. Не забывая, разумеется, кратко говорить и о самом проекте, который продает токены. В рамках сегодняшнего видео я хотел бы рассказать про три проекта, это Polka Foundry, Kasper и Tidal. Polka Foundry это экосистема для упрощения создания приложений децентрализованного финансирования на базе блокчейна Polka.Dot. Данный проект будет запущен на парачейне Polka.Dot и будет полностью совместим с фреймворком Substrate, а также EMV Polka.Dot, позволяя разработчикам DeFi приложений получать максимально простой доступ ко всем преимуществам данного блокчейна. Токен PKF будет использоваться внутри Polka Foundry для голосований, оплаты комиссии и услуг, представляемых Polka Foundry. Изначально PKF выпущен как ERC20 токен, и команда уже успешно продавала своих токенов почти на 2 миллиона. В ходе частных продаж с привлечением именитых инвестиционных фондов. Public Sale PKF начнется 16 марта 2021 года и будет проходить на платформе DAG Starter в формате IDO. Всего в ходе данной распродажи инвесторам будет предложен 1 миллион токенов PKF по цене в 10 центов за USDT и USDC. Условием участия в распродаже является добавление в белый список и иметь минимум бронзовый статус на платформе DAG Starter. Для получения статуса нужно приобрести и заблокировать минимум 2000 токенов DAG. Подать заявку на включение в список можно до 14 марта. Условием является подписка на несколько телеграм-каналов и твиттер-аккаунтов, прохождение KVSC через блокпасс и заполнение формы. Сама распродажа будет проходить в формате лотереи, при которой будет выбрано 100 участников из списка всех подавших заявку. Аллокация на каждого участника составляет от 200 до 750 долларов и зависит от уровня на DAG Starter. Следующий проект в нашем диджесте – Casper. Это монета с собственным POS-блокчейном, команда которого заявляет, что смогла успешно и полноценно внедрить в своем блокчейне технологию CBS Casper, которая уже несколько лет готовится для добавления в Ethereum 2.0. Соответственно, монеты Casper будут применяться в данном блокчейне для стейкинга и оплаты комиссий за транзакции и смарт-контракты. Распродажа Casper будет проходить на платформе CoinList в трех различных вариантах. Первый вариант распродажи стартует 23 марта, второй – 25 и третий – 26 марта. Завершатся все три варианта 28 марта. Каждый вариант отличается лимитами на покупку, общим предложением токенов, ценой токенов и периодом локапа. Минимальная цена токенов составит 1,5 цента, максимальная – 3 цента. Период локапа будет длиться от 40 дней до 12 месяцев. Минимальная сумма участия составляет 100 долларов, максимальная – 250 тысяч долларов, в зависимости от выбранного варианта. Причем каждый из участников может свободно выбрать вариант, по которому он хочет участвовать в распродаже. Но для всех участников является обязательным условием регистрация на CoinList, прохождение KVAC и предварительное пополнение баланса в USDT или USDC. Все это нужно сделать до 23 марта. Третий проект называется Tidal. Проект для страховки DeFi – инвестиции, работающий на базе Polkadot, в котором пользователи смогут страховать средства в пулах ликвидности, в зависимости от их прибыльности и риска. Данный проект уже привел несколько успешных раундов частных распродаж, однако теперь запустил и программу покупки токенов для ранних пользователей. Распродажа ERC-20 токенов Tidal состоится 25 марта в формате лотереи, но уже с 12 марта открыта запись в белый список, которая продлится вплоть до 17 марта. Чтобы попасть в белый список, нужно обязательно пройти KVAC, сделать несколько твитов, оформить подписку на Телеграме, Твиттер, а также обязательно заполнить Google форму. Всего для участия в распродаже будет допущено 200 участников и списка всех подавших заявку, каждый из которых сможет купить токены Tidal не более чем на 300 долларов по цене в 0,375 центов за токен. И в конце хотелось бы напомнить, что данное видео носит исключительно информационный характер, я не призываю вас участвовать в данных распродажах, а просто рассказываю о перспективных, на мой взгляд, анонсах. Любое решение об инвестиции остается за вами. До новых встреч!